Добрый день! Сейчас наша группа приближалась к Богу, и мы задавали два вопроса Богу. Первый вопрос был такой. Что ожидает Украину в ближайшие три месяца? И второй вопрос. Как и о чем правильно молиться? Вот такие были два вопроса, и некоторым из нас Бог ответил. И сейчас мы расскажем, каждый из нас поделится тем, что он услышал от Бога, что Бог, так сказать, или показал, или рассказал. Сейчас мы поделимся. Мы начнем с Людочки Руденко. Она в видении. Бог ей дает видение. И вот она нам сейчас расскажет, что она видела. И еще раз хочу первый вопрос повторить. Что ожидает Украина в ближайшие три месяца? Людочка, давай, расскажи нам, что ты видела. Вначале я видела берег моря. И на берегу стояли противотанковые ежи. Так охраняя, чтобы с моря ничего не, как говорится, враг не прошел. И противотанковые ежи на земле везде стоят. Но это все, как говорится, в сумерках. А потом я увидела стол круглый. Тоже темно. И только на столе видно бумага. Два человека сидят друг против друга. Но я их, как говорится, смутно вижу, потому что темно. Один человек подписывает эту бумагу и подвигает ее сидящему напротив на подписание. Но я не вижу, что кто-то второй подписал. И снова начинается... Снова берег моря. Снова эти ежи. На территории, на земле ежи. Эти противотанковые стоят. И с той стороны, со стороны врага, я никого не вижу. Людей не видно. А с нашей стороны, есть военные, которые стоят на охране. А потом начинает сходить солнце. И освещать все своими лучами. И снова я вижу этот круглый стол. Уже светлее, больше света. И снова тот, который должен был вторым подписать бумагу. Он не хочет ее подписывать. Он злится. Он ковкает ее и бросает на стопы со злостью. Но появляется вторая бумага, которую все-таки надо подписывать. Я думаю, что, может быть, будет подписан мирный договор между Россией и Украиной. Но большого ему не надо проявлять. Надо быть начинкой. Вот такие вот у меня ощущения. Спасибо большое. Так, теперь мы попросим Лену Сергеенко рассказать нам, что она слышала. Было такое, что молиться об Украине дальше. Я могу менять все по молитве. И нужно молиться о покаянии народа и президента, об очищении. Славьте меня больше. И там, типа, в видении Людмилы Руденко когда-то было, что ей показалось, что нужно Бога больше славить. И это как-то меняет атмосферу на территории. О единстве верующих, чтобы я всех соединял в духе именно. Пусть сердца людей откроются. Я исцелю их и благословлять правителей. Вот. Спасибо. Наталья Валькиев, расскажите, что у вас. Включите микрофон и расскажите, какое вы откровение получили. Наталья. Наталья, вы слышите нас? Да. У меня просто не получалось у меня включиться. У меня общение с Богом через Слово Божье. И по обыкновению я взяла свои две Библии. Сначала у меня открыл, типа, вопросу ответы. По первому вопросу был ответ такой. Из откровения Иоанна Богослова, последняя, 22 глава, 20 и 21 стихи. Где будет Бог, говорит так. Свидимся, говорит. Ей гряду скоро. Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. По второму вопросу Бог мне открыл откровение Иоанна Богослова, 16 главу, 15 стих, где говорится, «Все иду, как тать, блажен, бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему на гимн, а ты его». А для Антона особенное слово, есть еще такое, и как вот нам молиться на второй вопрос. Это Еремия 33, 3 стих. В других исчислениях это 40 глава, 3 стих. Еремия 33, 3 стих. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не видишь». Все. Аминь. Спасибо. Теперь я расскажу, что мне Бог ответил. Значит, у нас, повторю еще раз, вопросы какие были. Что ожидает Украина в ближайшие 3 месяца и как и о чем правильно молиться. Бог мне сказал, что ожидает Украина в ближайшие 3 месяца. Ничего хорошего Украину не ждет. Будут продолжаться смерти и разрушения. Путин хочет полностью уничтожить Украину и запугать Запад. Он не собирается останавливаться. Он будет продолжать делать то, что делает сейчас. И ему плевать, сколько еще россиян погибнет в этой войне. Ему плевать на санкции, так как лично его жизнь от них не зависит. Он решил показать, наказать весь мир. Он решил наказать весь мир, устрашить. А Украину решил поставить на колени. Он будет отвоевывать все новые территории. Уничтожать города и мирных жителей. Ему не нужны живые украинцы. Он не потянет второй Крым. У России нет на это средств. Да и незачем. А на вопрос, как и о чем молиться, Бог так ответил мне. Нужно молиться за покаяние и спасение каждого человека в Украине. Второе. Нужно молиться за покаяние и спасение всех защитников Украины. Третье. Нужно молиться за покаяние и спасение души президента Владимира Зеленского, а также Андрея Ермака, Дениса Шмыгаля, Давида Арахамии, Виктора Ляшко. Это министр здравоохранения, который кошмарил по поводу коронавируса всех. Много очень зла сделает украинцам. Четвертое. Нужно молиться за Владимира Путина, президента Российской Федерации, а также тех, кто придет ему на смену за их покаяние и спасение. И пятое. Нужно молиться за покаяние и спасение всех россиян и за всех военных и правоохранителей в Российской Федерации. за покаяние и спасение. И последнее, что мне Бог сказал, что можно провозглашать места Писания, то есть Слова Божьего, о покаянии, спасении и святости в жизни всех этих категорий людей. Аминь. На этом я заканчиваю запись.